Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я буду готовить очень вкусную кутю. Для этого мне понадобится. Начинать я буду с пшеницы, ее нужно высыпать в трушлаг и под прохладной водой промыть несколько раз. Теперь мы оставляем нашу пшеницу на 5-10 минут для того, чтобы она хорошо стекла. Перекладываем крупу в кастрюльку. Пшеница варится один к двум. Если я брала один стакан пшеницы, тогда мне понадобится два стакана воды. Выливаем воду и будем отправлять ее на огонь. Отправляем кастрюлю на огонь. Сначала я ее поставлю на большой огонь для того, чтобы она закипела. После того, как пшеница закипит, мы ей даем еще 10 минут повариться. После чего я буду добавлять 1 чайную ложку соли и буду делать средний огонек для того, чтобы кашка доходила. Сейчас я вам расскажу, что и как я здесь готовила. Я брала 120 грамм изюма, заливала кипятком для того, чтобы он запарился. Мак я готовила следующим образом. Я брала 100 грамм мака и 1 столовую ложку сахара. Все хорошо я перемолола блендером и высыпала в мисочку. Добавила 230 миллилитров воды. Поставила на самый маленький огонек. Варила примерно около часа, может даже больше, пока мак не впитал в себя всю воду. Грецкие орехи я высыпала на сухую сковородку. Немного обжарила и после чего я хорошо его почистила от шелухи. Это для того, чтобы он не горщил. И я беру 1 столовую ложку меда с горкой, но вы можете регулировать сладость по своему вкусу. И нам осталось нарезать грецкие орехи. И я их буду нарезать примерно вот такой вот формы, сильно измельчать их не надо. Пшеница у меня уже сварилась, как видите она у меня получилась рассыпчатая. И теперь я буду все сюда по очереди добавлять. Начну я с мака, высыпаем весь мак и хорошо перемешиваем. Добавляем изюм. Изюм я весь высыпать не буду, я немножко оставлю, чтобы потом сверху можно было украсить. И добавляем сразу же тоже так же самое орехи. В сене высыпаем и оставляем небольшую часть, чтобы потом тоже так же сверху можно было украсить. и хорошо перемешать. И добавляем мёд и хорошо перемешать. Сверху украшаем оставшимся изюмом и орешками. Утяло уже у нас готово, оно получается очень вкусное. Если вам понравилось, попробуйте приготовить. Если вам в течении видео было что-то непонятно, обязательно задавайте мне вопросы, я с большим удовольствием на них отвечу. Не забываем подписываться на мой канал и ставить мне лайки. С вами была Ольга Лунгу, на канале Готовим Вместе. С Рождеством Вас!